На предстоящих выборах студент одного из бишкекских университетов Абдула Ченбекулу проголосовать не сможет. Сам он приехал из Нарынской области. Хотел реализовать своё избирательное право на участке, который находится рядом с его домом. Для этого нужно было сменить адрес участка, то есть написать заявление по форме номер 2. Но сделать этого Абдула не смог. Он сегодня сентября был. В Центризбиркоме предположили, что сбои в системе происходят из-за того, что слишком много человек вдруг решили сменить избирательный участок и проголосовать именно в Бишкеке. Однако, чтобы это сделать, их должна распознать система идентификации биометрических данных. Таково требование закона. Чтобы эту самую форму 2 гражданин никому не передавал. В конституционном законе и также в законе о выборах депутатов местных Кенешей нет ограничения по подвозу. Поэтому мы наблюдали по городу Бишкек при регистрации по форме номер 2. На некоторых участках привозили людей, подвозили людей. Но вследствие чего это произошло, я бы хотел разъяснить, что в конституционном законе о выборах депутатов Джорджа Кенешей и президента в прошлом году были введены изменения. В том плане, что когда приходит сам личный избиратель и подает форму номер 2, он должен проходить биометрическую идентификацию. Наша съемочная группа побывала на том избирательном участке, где студент Абдулла Дженебекулу хотел проголосовать. По словам члена УИКа 1065 Динары Султановой, всю прошлую неделю было огромное число желающих проголосовать именно там. По 100, по 200 человек приходили каждый день. Избиратели даже привозили на маршрутках. Некоторые граждане по второму кругу писали заявление по форме номер 2, но база их обнаружила. На нашем участке ругань была. Когда им объясняли, что к чему, что нужно соблюдать порядок, они даже и слушать не хотели. Дверью хлопали. Вот так даже палец одной из девушек-операторов сломали. Около 20 людей по второму кругу писали заявление. И на маршрутках граждан привозят. Но мы отказать никому не можем. На участке должно быть прописано 2500 избирателей. Из них около 200 человек – это наблюдатели, члены УИК и правоохранители. Раньше перед выборами не было такой суматохи. По закону, на одном избирательном участке может быть зарегистрировано не более 2500 избирателей. Отметим, заявление по форме 2 ввели с учетом растущей внутренней миграции и чтобы обеспечить избирателей правом волеизъявления. Но в итоге эта норма стала своего рода троянским конем. Агитаторы, кандидаты в депутаты, просят своих родственников, знакомых, сторонников менять адреса избирательных участков. Каждый старается, чтобы на вверенном ему участке как можно больше людей поставили галочку именно за нужную партию. Чем больше голосов, тем больше шансов получить мандат. Правоохранительные органы также связывают массовую смену гражданами избирательного адреса с подвозом к избирательным участкам и подкупом голосов. 18 сентября Генеральная прокуратура проинформировала, что по 21 факту уже ведется досудебное производство. 12 политических партий из 16, участвующих в парламентских выборах, обратились в Центральную избирательную комиссию и ГКНБ с требованием разобраться с регистрацией по форме номер 2. Между тем, 20 сентября истек срок регистрации избирателей, голосующих по форме 2. В Центре избиркомии пока подсчитывают данные. Напомним, ранее 17 сентября в комиссии сообщали, что количество избирателей, голосующих на этих выборов по форме 2, уже выросло до 315 тысяч человек. Но уже известно, что в Бишкеке решили проголосовать 142 тысячи человек. Гораздо больше, чем на выборах в 2017 году. Тогда заявление по форме 2 написали 98 тысяч человек. Пришли на участки в день выборов примерно 67 тысяч. Такие данные привели нам в Бишкекской территориальной избирательной комиссии. Там ожидают, что в этом году придут лишь 60-70% из тех, кто написал заявление по форме номер 2. С резиновыми участками в Центре избиркомии решили бороться следующим образом. Их возьмут под контроль. Говорят, что там будут дежурить оперативные бригады, которые примут меры, если заметят признаки подкупа избирателей. Анастасия Соболева, Сардар Ашербаев, Нурбек Капаров, НТС.